Хей-хей! Буду вас приветствовать в стиле Купленова. Вот, сегодня играем снова против Сибзорка, только немножко подешевле, на 300, Бо-3. А то на 500 жареновато для него. Так. Вышла, кстати, новая версия на ботах, ну, не на Айкаповских, 341D, но там, как я понял, ничего не зафиксили из того, что мы просили. Ту-ту-тун, ту-ту-тун, блин, вот неотанк, считайте, если мы его не рульнем, то его больше нам в игре не выпадет вообще. Ну как, но с другой стороны, что мы можем еще из Сейдж словить? Есть минеры, есть стимроллеры. То есть, я думаю, просто... Стоит ли один его танка потеть сейчас и терпеть старт игры на таком без FPS-ном пике, так сказать. И насколько это будет вообще профильно. То есть, танки будут строить исключительно для 17-й и лейт-игры. То есть, насколько это оправдано вообще. То есть, мы будем вначале концентрировать value в... По сути, в друидах. Двух капитанов, скорее всего, придется ставить вначале. Вторая, третья волна, плюс отвод. И некра, естественно, это единственная перс-атака у нас. Ну, как бы... Этих юнитов мне по-любому придется ставить. Потому что... Ауры важные в игре. Кстати, на отвод мне не хватит, даже если я закину, поэтому строить я не буду. Лучше кину на 3. Так, что ж. В общем, вот у нас первый капитан появился. На третий, скорее всего, я добавлю еще одного капитана. Таким пиком я дефну четвертую волну. Ну, третью и четвертую. На пятой мы добавим, к примеру, некра. В угол, например. Просто думаю, возможно, попробовать стоит через ворд-мага сыграть. То есть у него прилично хп, и он бьет довольно быстро. Так, идет три арчи. Ладно, короче, не будем переролить. Попробуем на этом сыграть. Так, скажу, в спа. Ну, у меня вроде как не хпает. Кинь, мурка. Хотя нет, хватит. Но без отвода. Ну и ладно. Так, нет, не сюда. Ну, без отвода, ладно, хрен с ним. Вообще думаю, что тут большинство игроков сделало бы рерол. То есть построив каких-нибудь капитанов и некра. Или там, ну, примерно то же самое. То есть им нужно сохранить ауры. И потом уже только делать рерол. Ну, я, наверное, не буду. Попробую как-нибудь так вытащить. Потестируем немножко. Сейчас заказываем единицу сразу. Хорошо у нас друид под фокус. Ну, теперь уже капитанчики под фокус вышли. Это не очень хорошо. Так, что, должен я справиться, по идее. Тут еще молния пошла. У него пропуск 19. Отлично. Орг зашел. Он его не успел убить. Мне показалось, что у него лорд. По второй волне. Так, сейчас с пропуска я себе закажу 5.2. Только нужно подождать лес. Это будет очень выгодно. То есть, двойка перед четвертой волной заказана. Будет. Очень шикарно. И дальше мы можем выбрать достаточно много линий развития. Ого! Да я могу себе 6.2 даже сделать. Мы можем заказать. Ну, то есть, не заказать, а пойти как в линию защиты сейчас, так и в линию атаки. Но линия защиты мне не нравится больше, поскольку у нас пик слабный на 7 волне. Да и на 8 волне, в принципе, тоже. Скилл пока мы не знаем. Что нам делать на 5 волне? Я думаю, что все-таки я добавлю друида еще одного. И поставлю отвод. И попробую я, наверное, заслать на пятую. Хотя лучше было бы, конечно, сыграть по скиллу. Ну, это правильнее. Так, регена у него нет. Ну, друида тут практически всегда паншотит этих кабанчиков. Поэтому должен он это все добить. Но лучше постакать. Давай еще молнию. Не успел он молнию кинуть. Печально. Ну, что? Поскольку у нас пропуск и есть время, давайте зашлем. Кинем урсу, хермита, и потом еще мелочь. Хотя посмотрим, может нам там вообще на полный пак аур хватит. Или, может быть, на орка накоплю. Посмотрим. Так, сколько я его накормил? 50-60, мало. Так, 200. Отвода у нас не получается. Ну, игра тут ставить такое себе. То есть, дальше он дел не сделает. Я все-таки предпочту друида. И пофиг, что у нас нет отвода. На кинге нормально. Подойдет. То есть, не беспокоится, по сути, если будет пропуск. Хил мы тут никак не сольем. Да, кидаю кодоя. И мента еще. Так, он мне засылает кодоя. Просто. Делаем виспас сразу. Хотя, хз, что я добавлю на шестой волне. Ну, если у него будет пропуск, то все нормально. Да, два друида хорошо справились. И два капитана. Да, есть у него пропуск. Правда, еще вроде добивает что-то. У нас 7-2. Можно не рисковать и не делать 7-3. Так, что? Сколько, сколько? 70-80. То есть, по пику не очень понятно, что там. Так, закажу пока на всякие случаи. Подумаю, что дальше делать. Так. Ага. У него горелка. И он слал на 5 с горелкой. То есть, на 7 у него будет не очень большой засыл. Ну, тем более, что он сейчас кингапает. Это значит, скорее всего, что он пойдет в деф. Ну, то есть, если и будет засыл, то очень маленький. Я же тем временем сделал 7-3. И вообще, я в него сейчас кину на 6-ю волну. Так. 100. 5-4. Ну, вот теперь можно поставить некра и сделать отводик. А на 7-ой апнуть лину, наверное. И на 8-ой апнуть вторую лину. и там будет более-менее деф. Так. Что будем слать? Что будем слать? Думаю, что нужен кодой. То есть, там у него, скорее всего, точковые юниты. Хермит не так сильно решает. Кинем дверчи на ДПС. Ну, и будем слать на 8-ой. Правда, у нас у самих могут быть там проблемы, если будет большой засыл. нужна нам еще ферма. Но я предпочту апнуть хп в начале. То есть, вложить как-то, чтобы нам зачелся. А потом уже апгрейдить ферму. Так. Что, мы не дефаем? Да? Давай еще одного. Он у нас пропускает 14. Это хорошо. он будет слать. И это прямо чувствую. Так. Станчик больше тратить не будем. Апнем реген. Так. окрапаем ферму. Ага. Так. Как лучше сделать? Вообще у нас есть возможность сделать танк с вордмага. Но на восьмой волне куда профит не лина. Поэтому сделаем лину. И добавим еще отводик. так. Отвоз ушел. Валю примерно в норме. то есть, как обычно, бывает примерно тысяча. Так. Засыл без орков. успел убить уже неплохо. хермито убили. Отлично. Пропуск 13. Нужно еще подаприть, наверное. хп и атаку, пожалуй. И будем засыпать. Со станом, мне кажется, я смогу одолеть эту горшу. Так. Сейчас мы убьем Урсу сначала. Так. Рома нам хватает. Ну, то есть, чтобы выжить. Отлично. так. Че, апаем-то вторую лину. Ну, у нас остается еще лишняя галдиночка. Но нам ее некуда тратить, поэтому оставляем. Тун-тун-тун. Кину я Урсу. Реген у меня есть, правда, один всего. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. сейчас можно смело делать им 5 ну если не будет пропуска линии убивают это он также с 2000 как ему не должно быть хорошо справляются девки 8 волны без мелочи тут же пропуск 19 причем здесь урса и есть кодой просто отлично это значит что есть шанс выбить хил потому что у него нет хп 5 атаки сделал но это стопроцентная потеря хила так ну и далее него горелка можно пробовать его бить на тринадцатой волне к примеру банша в отводе на десятая скорее всего слать не буду много хоть у меня и 2 лин и но это может быть опасно потому что лин мелочь тоже контрит чем мы будем дальше строить но нам нужно выходить в танки и при этом всем нам нежелательно их полить а если мы не строим танки то нам нужно аппать капитана и аппать некра получается давайте апнем некра сейчас то есть 75 я остаюсь не буду 76 сделать слишком уже многовато лучше подстрахуемся по-надежному сыграем можем в принципе пыльнуть и на отстывал ну поскольку ну то есть горелка там не поможет но у нас киньте но голый я предпочту папа таку тем самым самым поднимемся он до сотки и уже у нас будет как сказать антия на мидгейм уже защита кингом 2 лин и справятся кинуя гулю пару арчей пару ментов чем такое чисто вдруг вот там расфокус из-за этого и аппну наверное капитана сейчас хотя мне может хватить на него танк на самом деле так он пропускает была у меня мысль еще на 9 кинуть но я в горелку не что-то не захотел у него 13 атаки он уже идет в абсолютный деф то есть страхуется абсолютно от всего от 12 13 боится 10 волны так ну чё у нас есть вариант можем опнуть например капитана но остается 188 голды мы на это ничего толкового построить не можем соответственно я предпочту поставить танк удалить дальний отвод поставить интегулю и таким пиком дефать 120 инкома до 10 волны по сути есть аппнутый кинг хороший вэлью хороший ламбер тут засыльчик тоже не даже меньше чем я кинул получается так 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 чик чик оп хорош все идеально получилось боссы зафук или ну блин убейте уже теперь этого боссы зафук будет у нас 77 скорее всего оппонент пропускает два босса оппат хп значит них скорее всего но они не залитые ну один только залитый второй практически фуловый да это стопроцентная 7 7 если не 7 8 учитывая то что мы можем арену выиграть мой пик сейчас мало где можно пробить ну то есть можно конечно например на 14 волне но вот всякие волны там 15 17 уже смотрится не так хорошо да мы можем арену выиграть легко я курсом курсом он достраивается тогда кинем еще кадуя да я был прав у него лорд массовые лорды ну и с его шутить так арену мы проиграем скорее всего хотя хотя лина как же она херачит то достройка ему не помогла все таки но танк и лина слишком силь у нас сейчас просто огромное преимущество у него есть value но нет ломбера ну то есть очень маленький ломбер 7 4 а у нас примерно столько же value чуть больше инкома но ломбер в два раза выше это прямо дает супер мощное преимущество так где мы можем его пробить точнее куда нам выгоднее слать можно на 17 упороться много копить можно 15 но вообще с учетом того что наш king слабо апнут я выберу вариант немножко его апнуть и уже копить потом много куда-то так 13 атаки против 12 волны апм хп это ну как бы до конца этой волны включительно апм хп и потом уже копим там пропускаем не пропускаем неважно king капнут или скопиться у него сейчас два варианта либо просто вкидывать лес в king мг либо напрягать меня пытаться на какой-то волне так сейчас я поставлю еще ноутанк ооо у меня слишком много да слишком много ну блин вообще я хотел бы построить просто несколько ноутанков не апнутых так чё по хп вообще 3 давайте капнем ну это хреновая конечно затея но именно против 12 плевать у нас слишком большое преимущество чтобы не делать какие-то ошибки он засылает поскольку его king апнут на самом деле я мог бы и заслать и я бы еще успел сам апнуть ну да ладно суть в том что я его скорее всего не убил бы так так танк убивает мелочь и прочее но он ваншотит по идее у него очень большая отычка На апгрейд мне не хватает Ну да ладно Ну я уже буду копить Естественно Мой кинг справится С этим пропуском И скорее всего закажем Сейчас еще 7.9 Так что у нас с регеном Давайте пятерочку Даже чтобы 180 было Так что мне то не хватит Да если закажу Не хватит Плохо Поставим танк Сделаем подвод Потому что С этой волной будут проблемы Как и с 14 Ну блин Если будут проблемы Нам нужен реген Хотя Вроде кинг успеет регенить Можем мы кинуть 15 Но у нас будет не так много Я думаю что он выберет Сейчас Апкинга После засыла на 12 И будет пытаться выходить Считаю что 7.9 Здесь нужно делать Вообще неплохо в него заслать На 19 Волну Лорды там слабы Выберу я такой вариант По более ломбера Поменьше постройку Чтобы пропустить Чтобы потянуть время У нас всего Отстает на Присотки Это мало Ну то есть Я не стремлюсь К этому Но Можно себе позволить Еще ломбер И пропуск Будет не страшным Неплохо Но танк ДП Сколько у него Под капитаном Плюс 62 Еще бы вертолет У него там Вообще плюс сотка С чем-то Я еще Быстрее Сибзорка Убиваю Буду На 17 Копить Что-то я Прямо Вообще Супер Дефы Какие-то Показываю Сибзорка Пропускаю Вроде Бы Я тут знаете Что подумал Можно попробовать Кинуть На 15 Волну А потом Накопить На 19 Это Неплохой Варик Потому что Он расслабится Скорее всего 20 Атаки Да Я Кину сейчас На 15 Тем самым Поднимусь Бинком Так Чего 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 Ставим Танк Ну давайте Чего Я не знаю Еще тогда Друиды Поставлю То есть На 20 Да и на 19 На той же Неплохо Будет Тут Агрещу Юниту Наверное Уберу Пока Так Что мы Успеем Заслать Успеем Заслать Демона Кряк И Волок И Коду Еще Кинул Сейчас Сделаем Все Кинг 7 13 И копим На 19 Волну 22 Что-то Наговато Он до сих пор Что-ли Лордов Что Я бы Менял На его месте Что-то Уже Нужно Искать То есть 5 штук Достаточно Что-то Это Много 19 Штук Что-то Грит Лагает Не знаю У меня Вроде Нормально Ну То есть Именно Бот Вроде Не лагает Сейчас Он ХП Зафулит Но Не знаю Поможет Ли Ему Это Так Тут ХП Разочек Что-то Три Сотки Было Ну Вроде Как Он Долж Справиться Хотя У него Тут Горелка Убивает Убивает ДП Срезает Срезает Но Ему Не хватает Немного Зря Он 7-9 Сделал То есть У него Была Жуткая Ситуация Просадка То есть Он 7-4 Ему Как по мне Максимум Надо Делать 7-7 Так что Тут Он Ошибся Перегламбирился И Занамерзанно В Их Орал Немного Продолжение следует...